Начнем с новостей из Нижнего Новгорода. Там накануне большую пресс-конференцию давал полномочный представитель президента России в Привозском федеральном округе Михаил Бабич. Разговор коснулся разных тем, а вот о чем Палпреда спросил Евгений Симкин, он сам сейчас и расскажет по телефону. Начну я с того, что Михаил Бабич такие пресс-конференции возвел в рамк уже некой традиции. Наш телекомпания сейчас не только второй раз, но вообще их было без малого 10 за последние 5 лет. Коллеги отмечают, что Палпред готов абсолютно к любым вопросам, и здесь не было ни предварительного согласования, ни даже намеков на это, ни даже бодерации принято с проводным микрофоном. Понятно, что интереснее всего, если нашего региона будет узнать, сколько раз и в каком контексте Бабич упоминал Мордовию. Вот на этом я сейчас остановлюсь подробнее. В контексте экономических проблем завода «Русский марш» ситуацию там все уже удалось стабилизировать, но это сигнал. Проблемы вагонстроения вышли за пределы 13 региона. Следующее упоминание закономерно связано с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года. Комиссия ФИФА постоянно мониторит ситуацию, и они довольны. Соответственно, доволен и Михаил Бабич, и его шеф-президент Путин. Графики в основном где соблюдаются, строятся и стадионы, и другие объекты чемпионата. И, что важно, Михаил Бабич еще раз артикулировал тезис. Чемпионат – это возможность привести в порядок города и целые регионы. Третье упоминание. В 2016 году в республике Мордовия уголовное дело возбуждено в отношении жительнокоммунального вице-премьера регионального правительства, теперь уже бывшего, Евгения Дзергунова. Он покориться стал неким коммерческим структурам. Доставший господину Кирееву министр физкультуры и спорта получил выговор. Причем от главы Мордовии Владимира Волкова. Это, конечно, не уголовное дело, но звоночек тоже для господина Киреева весьма и весьма тревожный. В общем, позитив и негатив полтрет чередовал как клетки на шахматной заске – черное и белое. Итак, Мордовия стала центром компетенции в части электроматики и фотоники. В следующем году создал соответствующий инжиниринговый центр. Ну и долги регионы. Сейчас федеральный Минфин. Плотно работает в Минфином региональном в части балансировки бюджета. Там долги – это ни для кого сейчас не секретно отрекорды. Они превышают доходы бюджета более чем в два раза. И действительно надо что-то делать. Такие действия сейчас идут. Подробнее о том, что еще было на пресс-ноференции Михаила Бабича, о чем он говорил, мы рассчитываем рассказать уже в эту субботу в программе «Внимание!» в 19 часов. Евгений Синькин, Павел Талаваев. Наши новости из Нижнего Новгорода. Продолжение следует...